Ежегодно компания «Уралкали» проводит выездные экскурсии для учеников школ города Соликамска. Так, на селе Нитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 побывали ученики 9 класса 15 школы. С непередаваемым интересом в глазах ребята ходили по фабрике, задавали вопросы заместителю главного инженера по технологии Марине Мельниковой. Ученикам 15 школы первым в этом году посчастливилось увидеть своими глазами, как изготавливается белый хлористый калий. И на 14-ступенчатый вакуум-престанционной установки выпадают на четыре стола хлористого калия. После этого они идут на отделение сгущения, на брендеса и дор, а после этого на обезвоживание. Отделение обезвоживания мы с вами сейчас посмотрим. Руда, чтобы стать полноценным удобрением, хлористым калием проходит на фабрике через несколько отделений. Ребятам по возможности показали все стадии получения готового продукта. Евгений Маликов с большим интересом слушал про процесс обогащения руды. Такую экскурсию, признается молодой человек, он пропустить не мог. Я сразу согласился, потому что я хочу знать о предприятиях родного города. Для меня это очень интересно и познавательно. Здесь вырабатывается, перерабатывается сильвенит, очень нужное вещество в нашей стране. И я рад, что это предприятие уралкалии нашего города очень значимо в нашей стране. Я горжусь этим. В ходе экскурсии по фабрике девятиклассникам рассказывали и о профессиях, которые всегда востребованы в компании «Уралкалий». И разумеется о том, что градообразующее предприятие всегда открыто для молодого поколения. Мы ориентированы сейчас на именно этот возраст, когда идет профессиональное самоопределение. Ребята определяются, куда им пойти учиться, какую профессию выбрать. И не всегда у них достаточно информации. Поэтому мы постепенно приглашаем. У нас есть определенный график, по которому мы будем работать, взаимодействовать со школами и с производством. Подобные экскурсии по фабрикам компании «Уралкалий» проводятся не только у нас в городе, но и в Березняках. И, быть может, после живого общения с технологами на фабриках, ребята решат связать свою трудовую деятельность с лидером калийной промышленности. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль-ТВ».